Всем привет! Вы сейчас находитесь на канале Илья Хутор, или вы просто смотрите мой ролик где-нибудь в ВКонтакте или в Фейсбук, например. Пошло немало времени с тот момент, когда я заслал последний ролик, и, честно, мне даже немного неудобно, потому что чего-то как-то интервал увеличился, канал только появился, должен быть текст, должны быть новые ролики, и вот что-то как-то вот не сдалось. Но в конце августа, запомните, в конце августа будут потрясающе крутые ролики, потому что я иду на необитаемый остров в Финском заливе, куча интересов всяких моментов, и немецкие позиции, и бункеры, и пещеры, и гроты, и пушки в земле, и викинги там были, в общем, всего много чего интересного, что можно посмотреть. Это будет что-то новенькое на Ютьюбе, и реально на российском Ютьюбе нет аналога такому контенту. Вот так вот. Насчет сегодняшнего ролика. Чего я записываю, почему я вдруг начал снимать? Произошение – большая ситуация, и мне нужна ваша помощь. Вас, подписчиков, моих друзей, товарищей, все, кто меня смотрят, нужна помощь. В общем, недели-две назад мы с моим товарищем поехали копать. Да, вот мы занимаемся на такое хобби, мы исследуем всякие различные там места, ищем сокровища, монеты, ну, по-разному. И получилось так, что мы пришли в лес в Подмосковье, начали там проводить наши работы, и нашли одну очень странную вещичку. Прямо очень странную. Вот прям вообще за 15 лет первая жизнь я такое нашел. И я бы хотел вам ее показать, может быть, у вас будут какие-то мысли, что это такое. Потому что вещь, мягко скажем, странная. Она металлическая. Имеет горизонтальные полоски, вес ее полкилограмма. Форма, мягко скажем, очень странная. И это мне больше напоминает песню «Алюминиевый огурец» с иглой по кино «Левиттера Цоя», потому что уж до боли это похоже на какой-то алюминиевый огурец. Но, насчет металла, я не знаю, что это за металл. Мы уже посмотрели, мы сделали какие-то там более-менее такие поверхностные анализы, и мы не знаем, что это такое. Мы имеется в виду, я, мои друзья, родители, я всем показывал, и никто не знает, что это за вещь. Были различные предположения, что часть какой-то статуэтки, может быть, это какой-то элемент от болванки или еще чего-то, но не сходится, мягко скажем. Плюс еще один интересный момент. Вещь, видно на видео, я не знаю, надеюсь, все-таки видно, да, что она имеет такой сероватый оттенок. После того, как я почистил, серый цвет начал блестеть, как серебро. И спустя час он уже потемнел. То есть окисление металла за один час. Никогда я не знаю такого металла, который мог бы так быстро окислиться. А цвет металла, то есть, например, она же двух цветов, такого желтоватого и серого, это чисто титан. Но для титана она слишком тяжелая. Парадокс. Поискав в интернете по похожим картинкам, изображениям, знаете, так можно сделать, я нашел интересную статью. В 1970 году один исследователь пещер из Китая залез в пещеру, нашел там камни, которым 300 миллионов лет, и в них аналогичны этому предмету такие же металлические огурцы с такими же насечками один в один. Но камням 300 миллионов лет. Когда ученые произвели анализ этих предметов, оказалось, что это там, ну что-то все нереально, что-то все какая-то постанова, что, в общем, в него не поверили, к сожалению. И дальше информации никакой не, что с этим произошло. Там где-то написано, что ты был продан на аукционе за огромные деньги, что, мол, это какое-то инопланетное творение. Ну, я в это вообще, естественно, не верю. Но предположение, что это, конечно, что-то с другой планеты, это было бы очень классно. Вообще это было бы, но за самым это был бы реально одной из самых крутых наводок в моей жизни, так или иначе. И затем, в статье написано на другой момент, такая, другая история. В 2010 году группа туристов, или там, скорее, они были грибниками, отправились в Подмосковье по грибам. И нашли, я не знаю, кстати, каким образом они это нашли, тоже вот такие, как они это сказали правильно, металлические предметы с насечками. Но фотографий нету, то есть я даже не могу понять, что они нашли. И опять же, я сейчас был в Подмосковье, нахожу такую штуку, я даже не понимаю, блин, может, это то же самое. И что это тогда такое? Поэтому, дорогие мои подписчики, друзья, все, кто смотрит это видео, прошу вас, поделитесь этим видео со своими друзьями. Отправьте это в группы, выложите свои группы, если они у вас есть, выложите у тебя на странице, покажите всем. И спросите, что это такое? Для меня это очень важно, по одной простой причине. Если это что-то, ну, может быть, древнее, там, многомиллионное по возрасту, оно же может фонить радиацией. И эта штука у меня уже хранится несколько недель, вы понимаете? У меня нету дозиметра, и я не могу сходить купить, потому что, ну, ради одной штучки покупать, конечно, так себе. Но если вдруг вы узнали в этом, вообще, если вы узнали в этом что-то, то напишите в комментариях. А если вы узнаете, то уже пишите в комментариях, потому что будет второй выпуск, уже где я буду рассказывать уже, что я об этом узнал. В общем, штуковина, блин, очень интересная. За 15 лет поиска ничего такого я не находил. И если это что-то не с нашими, скажем, планеты, это же вообще нонсенс. Такого, блин, ну это... Вау. Очень жду ваших ответных реакций, комментариев. Ставьте пальчики вверх, чтобы ролик продвигался, чтобы больше видео посмотрело. Отправлять своим друзьям, членам семьи, неважно, всем. Я вам буду очень признательным. С вами был Илья Хатарской или Илья Хутер, как меня еще называют, и отсюда у меня и канал. Всем пока и спасибо за просмотр.